так привет тебе продолжаем про волосы вторая часть как обычно первой части было про дреды почему я их ношу легкая тема затронута легко имеется ввиду немножко мифов немножко современной реальности немножко про матрицу и продолжаю дальше знаком принадлежности длинных волос к духовенству в католицизме является танзура здесь будет очень сейчас интересно здесь будет очень сейчас интересно танзура что я такое это простая стрижка это значит выбритые на макушке волосы символизируют потерю плодородных сил по-другому называется это аскетизм отказ от плоских желаний танзура на запомнить простая стрижка принадлежность к духовенству сейчас простая стрижка это называется подровнять виски затылок под 6 под 6 миллиметров и сверху оставить по по длине это что я и говорил это матричная стрижка которая все поголовно стригут даже нет никакой возможности соскучиться по этой стрижке и так знаком принадлежности длинных волос в духовенстве в католизме в католицизме является танзура простая стрижка выбритые на макушке волосы на макушке макушка вот здесь находится на макушке волосы символизируют потерю плодородных сил а вот интересно если естественным путем появляется такая стрижка как у хантера томпсона является ли это потерю потеря плодородных сил или с каким-то аскетизмом во всяком случае мое тело думает так что отказ от плоских желаний и аскетизм и потерю потерю плодородных желаний это очень здорово это очень хорошо если танзура простая стрижка которая стригалась под апостола апостола павла то есть танзура это простая стрижка апостола павла есть такой апостол их по-моему 12 вот апостол павел символизирует аскетизм отказ от плоских желаний его стрижка и потерю плодородных сил то есть потомство то волосы выстригающие выше лба была еще такая актуальная тема когда я стригся не в прихватчик мое тело ходила стрелась не в парикмахерскую а к другу стричься вот у него была выстрижена челка выше лба и это стрижка была под апостола петра вот так вот что волосы выстрижены выше лба это стрижка под апостола петра дальше кружочек делают на макушке это значит апостол стрижка под апостола павла это танзура и даже сейчас некоторые приходят и там стебая мое тело пытаются сказать вы стрижи выстрелите мне челку чуть выше лба но не выбрите как здесь а выстрелить анти челка типа намек на собственную уникальность и креативность при принятии монашеского сана в православии а также при крещении символически обрезают прядь волос и оставляют себе кредит фотографии оставляют надолго там на долгую память что в принципе никому и нужно то не будет через 50 лет бресье наголо паломников в мекку свидетельствует это свидетельство приношение волос жертву аллаху первый раз говорю об аллахе и сразу же гробовая тишина наступает и вот паломники в мекку бреют голову наголо как бы принося в жертву аллаху свои волосы и вообще почему-то принято приносить жертву аллаха еще и барана якобы указывая на то что он какие-то демонические рога у него растут какие-то демонические глаза как-то где по демонически брякает там себе вот так вот ну вот про аллаха может быть еще в будущем поговорим и кстати здесь написано мое тело писала моим туристам ну и вообще самому себе кстати в японии обритая голова символ окончательности принято принятого решения символом окончательно принятого в чем-то решение является бритая голова в японии в жертву богу волосы приносили маньччуры китайцы гольды айны переднюю часть головы приносили жертву волосы свои чукчи выстригали волосы только на макушке ну тут мое тело недалеко от места проживания отошло и вот даже здесь машина едет печально вот повторюсь в японии символом окончательного решения принято брить голову на гола избавляясь от волос это к слову о том что хорошо или плохо обрезание волос окончательное решение считается типа хорошо отстричь волосы там потерю любви про избавляться от чувства горя это хорошо типа это плохо я лично мое тело этого не одобряет и так чукчи обрезают волосы только на макушке а айны переднюю часть головы также волосы в жертву приносили маньчжуры китайцы гольды айны вступившись в буддийскую монашескую общину отказа отказаться от всего в том числе и от волос это самое первое дело в буддийской общине это является символом на пути к просветлению что мне не грозит никогда моему телу дальше переносимся уже в античном мире отстриженные волосы служат напротив признаком рабства чем полностью согласен и чем дальше в прошлое еще глубже к истокам к первопредкам тем больше убеждения стоит и в отличие от буддийских мифических и религиозных убеждений в эпических в том что волосы но это матрица такая буддизма поговорим еще о буддизме потом то что это такая религия учения будущего избавление от волос на время может быть как какие-то даже плоские какие-то плоские удовольствия влекут за собой ну хотя это все временно и ведь буддизм это еще и отказаться от плоских удовольствий и вообще-то всего-всего и так дальше наше убеждение моего тела лично насчет шевелюры густоты шевелюры красоты шевелюры и длины шевелюры длинные волосы отличительный знак знака в прямом смысле не раба не раба матрицы не раба матрицы ну считаю что новая эра началась с изобретением телевидения и всяких приколов связаны с телевидением потом еще новый виток компьютер телефон удобный с быстрым выходом у каждого свой интернет и компьютерные игры это все рабство это все безумие это деградация и ну что придумают то они будут думать что они креативные эти рабы с короткими прическами длинные волосы отличительные черта знак в прямом смысле не раба коса у мужчин как бы кто бы многие не смеялись коса у мужчин было атрибутом дома сум до мусульманских тюрков это на языковое это языковая общинность народов то есть помимо му муслимов еще и правоверные христиане иудеи и буддисты там жили в тюрке все в тюркестане до мусульманских до мусульманских тюрок до мусульманских тюркистан коса мужчин была атрибутом мужественности отличительной черты дальше про косу будет очень интересная история байки украшала коса и головы китайцев их китайцев принуждали носить косу как признак покорности маньчжурскому императору именно поэтому такая дата как 1895 году китайцы китайский делюционер сунь я цен в японском порту кэбэ в знака неподчинения от стриг косу история свидетельствует о том что когда в такой дате как 1902 год основоположник китайской современной литературы лу синь приехал в японию и поступила там в университет он также срезал косу которую считан символом подчинения символом рабства лично мое тело так не считает потому что он стал продавать себя так скажем продавать ну стал скорее всего университет может быть какой-то серьезный был замес на знание лу синь никогда не слышал но вот первый раз упоминаю лу синь своих историях свидетельствует о том что лу синь также как и сунь я цен являлись революционерами своего времени и под знаком под угрозой смерти своего тела физического своего путешествия поэтому по этой земле по своей судьбе от отрезали косу надеюсь на лучшее на лучшую жизнь и вот так они проявляли свою смелость как к примеру мое тело проявляет свою смелость растить косы блоки что на родине ему стоило бы жизни этим двум релиционерам небольшая косица шикша шика имеется на голове у современных кришна идов где они могли бы прятать свою душу но также как и косы там действительно можно спрятать свою душу это своего рода медитация на чем-либо оселедец ранее отличительная примета запорожских казаков оселедец но переносимся от кришнаитов к запорожским казакам и там оселедец это длинный чуб оставляющим оставляемый на бритой голове признак знатности рода оселедец такой казаки носят типа они из знатного рода дальше история такая что в средней азии у девушек принято считать 40 косичек и заплетать их а потом привязывать к ним золотые монеты жемчуг качестве оберегов и иных в иных в иных регионах волосам при подкрепляли диадемы полукруглые короны венки металлические кольца шнурки и прочее 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 здесь уже крепкие убеждения стоят и так считает лично мое тело лично ты так считаешь что с длинными волосами еще можно как-то разнообразить свою жизнь ко всем плюсам медитация признака знатности рода признак того что ума больше как бы кто не смеялся сейчас в матрице телевидении прочих гаджетов что ум уже не нужен тибетские женщины заплетают волосы аж в 108 косичек это все цифры связанные с землей с космосом с природой косы удлиняются добавляются в них в крепление черной шерсти я к как сейчас есть современные у меня дреды локи устрашающие есть устрашающие д дреды д д локи и в них вот добавляется уже современный каниколон а вот раньше тибетские женщины то есть древние очень тема тоже и тоже ничего смешного 108 косичек у меня где-то на главе от 70 до 100 локов затем все эти 108 косичек это много надо иметь большую шевелюру пришивается к широкой повязки и украшает и украшенной бирюзой или кораллами кончиков кончиком этих косичек даже захотелось самому повторить эту прическу в давние времена незамужние женщины носили распущенные волосы и распущенные длинные волосы это был признак незамужней женщины ну сейчас это признак женщины легкого поведения насколько мое тело слышала дальше древние славяне считали что распущенные волосы придает их обладательница или обладателям магическую чародейскую силу или даже колдовскую силу поговорим женском поле в россии если это здесь в этой на этих страницах в россии замужние женщины покрывали а точно точно где-то здесь но и мои тела легко сплетет этого в один единственную цепочку которая легко сложится у всех до кого дойдут мои слова в россии замужние женщины пока покрывали и должны покрывать до сих пор голову платками не исключено что это делалось для того чтобы входя в чужой дом не нанести ему вред своей магической силой потому что длинные волосы были и сейчас у многих длинные волосы и вот многие женщины сейчас современным современном мире потому что их многих даже в какие-то страны и не пускают женщины из россии со своими длинными волосами чтобы не своей магической силой не нанесли вред в том числе и спас и из хороших побуждений это сделать чтобы даже спасти жизнь российским женщинам а специалисты считают что волосы сильная энергетическая субстанция своеобразная антенна связывающая его с окружающим все пространство космосом или космосом за пределами инфополе земли и биополе земли это несомненно так это старая тема старая очень очень старая тема и выполняют ряд еще непознанных и даже учеными которым даже сейчас чтобы делать открытие и не нужен ум потому что за них все делают роботы компьютеры телефоны современной технологии да это круто и вот даже до сих пор не изучена функция волос даже ими самыми передовыми изобретениями отсутствие волос как показали эксперименты не помогает помогает не болеть давлением хандрой а также не защищает от скрытия информации о себе отсутствие волос как показали эксперименты помогают не болеть это уже можно провести параллель с буддийскими монахами как освобождение от невежества и ну как-то более зарекомендовать даже себя в матрице избавление волос и позволяет не испытывать головной боли хандры а также не защищает тоже а также не защищает от скрытия информация себе ну это надо вспоминать про апостола петра и апостола павла то что это легко узнаваемая стрижка танзур танзура стрижка танзура да простая стрижка и это как как сейчас есть телефонные номера то есть или как сейчас простая стрижка модельная попроще чтобы было это как вот телефонный номер всегда на виду персонаж и вот апостола стрижка под апостола павла и стрижка под апостола петра это также не защищает от скрытия информацию о себе так же как и не защищает простая стрижка современной информации о скрытии себя это позволяет быстро ориентироваться в пространстве и не дать себе удариться в грязь лицом так дальше не здесь ли таится разгадка бритых голов буддийских монахов и древних воителей отсутствие отсутствие привязанности от страха и различных потерь как способ посредством чего избавление от волос несет избавление от страха и всего остального другая сторона это наоборот богатырское здоровье в походах и меньше вероятность ранения в битве а также определенная закрытость от враждебного мага пытающие проникнуть в твои мысли это другая сторона длинных волос это уже в защиту длинных волос что это защита от чужих магических сил защита от равня от ранения в голову при битве таких же магических сил взглядов взгляды сглаза это и тому остальное понятно что топора или пули не спасет даже устращающие рулоки эта тема для размышления что хорошо что плохо короткие прическа как телефонный номер или длинные волосы как богатырская связь с родом все это выявляется в течение всего похода по жизни так тема для размышления что проникнуть в мысли получается по-разному как длинная прическа или короткая прическа чаще всего короткая прическа дает быстрее проникнуть в мысли окружающих в том числе и в том числе в мои мысли к примеру проникают посредством вишутха принципа ни на секунду непрерывно описание идет моего тела того что происходит с моим походом и с моим миром миром мое тело называют свое тело под миром описываю окружающую обстановку всего того что я вижу цвета формы состояние из чего из чего что состоит состояние чего-либо на все умы идет трансляция и точечная передача информация мое тело меня очень легко услышать каждому кто рядом скорее всего каждому кто далеко кто когда-то связывал сталкивался со мной о моих помыслах всем что мне известно благодаря дару вишутха чакры известно абсолютно каждому это небольшое лирическое отступление на тему типа аля номер телефона это как простая стрижка коротких волос но если нету простой стрижки на коротких волосах то посредством посредством вишутха чакры потому что невозможно у меня меня уже найти лично мое тело простых стрижки посмотрите на женщину стараясь очаровать мужчину вот это сноска что распущенные волосы придают а магическую силу чародейскую даже колдовскую посмотрите на женщину стараясь очаровать мужчину она распускает волосы по плечи можно даже заметить метро часа или в кафе или где-то действую их волос магической энергетикой на и избранника в общем она распускает волосы действует своими волосами на избранника она время от времени их встряхивает своей гривой стрижки усиливаются всяких всяких своей гривой крутит кудри стрижки усиливая их энергетику энергетическое действие и расширяя поле в котором должен оказаться интересующие и мужчина накручивая волосы на стрижку на палец и призывчиво улыбаясь женщина ведет неразделимый разговор с энергетикой с энергетикой противоположного пола устрашающая картина на глаза выскакивает глаза на выкате от такой женщины которая накручивает кудри на стрижку волос на палец пытаясь как-то маникулировать своим избранником своих корыстных целях но также уж но так уж устроена природой что каждая женщина немного колдунья одна больше другая меньше но это вот это вот действительно классно и действительно смешно наблюдать как женщина стараясь очаровать мужчину накручивает свои кудри на стрижку весь прикол в том что стрижку считается как результат стрижки подравнивая концов все упирается в нос меняется как-то немножко нос немножко лицо молодеет форма носа меняется улыбка на лице появляется или разочарование вот эти кудри она на свою стрижку накручивает и пытается как-то маникулировать мужчинам действия своим обаянием своей энергетикой как-то вызывая у него какие-то животные чувства но это с такими мужчинами которые еще недалеко от природы отошли но есть еще и другие ребята которым ум и природа уже не нужно с волосами связано множество примет для колдунов чтобы наслать на кого-то чары не было ничего лучше чем прять волос жертвы чтобы насрать нас наслать на кого-то на кого-то на кого-либо свои колдовские чары множество магических ритуалов связанные с волосами считалось возможным нанести порчу причиняя вред со стриженным волосам жертвы так здесь возьму паузу на лоток чашку кофе никого чая спутал мне все вот карты даже немножко языковая речь поменялась глубокую в глубоко в глубокой уверенности нахожусь что каждый звонок не случайен постольку поскольку я начал мое тело и начала говорить про вишудха чакру что все все обо мне знают посредством мироповествования я все рассказываю там имея свои свое я и множество я там надо разбираться поэтому я буду потом разбираться в этом и вот и звонок сразу же типа устрашение какой-то своими армянскими выходками устрашение пугания и тому подобное ну потом я об этом буду рассказывать когда уже наберется побольше аудитория там если кому-то понадобится знать что-то больше или моему телу понадобится рассказать что-то больше потому что посредством вишудхи чакры дабы мне легко узнать и вот с волосами связано множество примет что для колдунов магов не составляло труда и даже сейчас нанести магическую порчу на жертву с другой стороны обладая прядью волос можно заручиться хорошими отношениями со стороны хозяев то есть даже можно по-другому поступить не отсюда ли возник романтический обычай средневековья носить в медальоне прядь волос возлюбленного поэтому будем только плохом разговаривать о злом плохом устрашающие локи будут смотреть на вас и это тоже кстати с глаз на мне сейчас глаз и порча так по волосам гадали во время крестин 1 отрезанные волосы младенца закатывали в воск и кидали в воду если они тонули то велика была вероятность что ребенок умрет все злое плохое в истории существует древнейший запрет разбрасывать свои волосы где попало а также хуже пускать отстриженные волосы на ветер это может привести к серьезным заболеваниям мозга и даже души так как через них на вас могут навести любое колдовство черные ведь это волосы часть вашего тела и несут его энергетическую энергетику даже гены и так что вот есть такая не раз у меня лично по моей профессии случалось что связи садилась ко мне в кресло барышня с огромной косой которая растила всю жизнь и тут из-за моды может быть смена профессии может быть какой-то кастинг в какую-то телепередачу ее побудило срезать и сделать стрижку одной длины простую стрижку или стрижку каскад и вот забирали волосы с собой чтобы оставить навсегда как память или как-то тоже заговорить избавиться от волос уже по-своему никогда не нужно пренебрегать основным правилам древних и не отстригать волосы в полнолуние а если вы заболели то попробуйте поступить по свой по совету древних славянских волхов слегка подровняйте волосы чтобы с подстриженными волосами кончиками стрижка с волосами кончиками стрижка ушла негативная энергия болезни и организм мог исцелиться вот так вот даже до сих пор эти славянские волхвы были правы чтобы избавиться от болезни нужно было просто немножко подровнять кончики стрижки чтобы хвора ушла если она с уйдет с вашего лба с ваших надбровных дуг то скорее всего она уйдет и и вовсе если собирая собиралась толпа если лекарей и все видели что хорошо ему с подстриженными волосами и хвора ушла и действительно многие исцелялись посоль по совету древних славянских волхов волосы подстриженные на растущей луне возвращаясь назад это тибетцы еще изучали этот вопрос будут быстрее расти волосы подстрижены на растущей луне будут быстрее расти отрастать но если вы хотите чтобы стрижка сохранилась дольше лучше пойти к парикмахеру в барбершоп трибл хэйр когда луна пойдет тогда луна пойдет к вам навстречу нельзя волосы подстригать самому потому что отстригается удача и так небольшой вывод потому что древних славян к современному миру достаточно тяжело перемещаться во времени телепортироваться сознанием телепортироваться своим мечтой мечтой я называю это зрачки белки радужка ну много чего так волосы подстриженные на растущей луне будут быстрее расти это надо усвоить но если хотите иметь отличное состояние волос то следует идти к парикмахеру либо в барбершоп трибл хэйр это может быть не обязательно мой барбершоп это может быть другой барбершоп но у подобных увлеченных людей для кого волосы это религия трибл племя племенная ваш лично племенная ваш племенной рост волос ваша племенная структура будет пострижена как надо если вы не хотите ходить самодуром а и уже конец и будет еще пару минут поболтать если при стрижке парикмахер по рассеянности оставил вам длинную прядь то вас ждет длинная дорога по вашему жизненному пути потому как растут волосы можно предсказать даже дальнейшую судьбу но это вообще продвинутые в чем в предках то есть в учении кто увлекается магией и даже картами и много многим многим другим вообще известно что тот у кого две макушки будет удачлив моему телу известно что это какие-то убеждения вот-вот на слуху также волосы на затылке могут расти навстречу друг другу образую как бы растущую косицу родничок родничок всегда ведет по жизни стригущегося судьба обладателей родничка который стали стригущиеся стригущиеся вряд ли изменить свою судьбу и вряд ли смогут что-то изменить если они не пойдут в барбершоп трибл хэйр то все эти загоны так и будут продолжаться в поисках своего парикмахера я был для обывателя всего мира это факт обыватель это тот кто будет ходить из парикмахерской в парикмахерскую дешевых потому что это где-то как-то модно в их платформе в барбершоп их трибл это не так потому что волосы это религия и вот здесь даже в этих убеждениях что у каждого своя у кого-то две макушки кого-то три макушки у кого-то рост волос и даже судьба предсказывается по росту волос у кого-то сложный родничок кому-то надо длинную прядь оставить кому-то наоборот отрезать длинную прядь и даже дорогой обыватель дорогой обыватель который поклоняется нерусским людям нерусскому образу поведения устрашающему физической расправой если парикмахер по рассеянности оставил вам прядь или просеянности дроганного рука и появилась слышно пляж не стоит расстраиваться это всего лишь ваша постановка на парикмахера это всего лишь ваша ежемесячный кого-то раз два месяца поход в парикмахерскую в салон красоты быстро волосы отрастут мгновенно на следующей неделе не стоит вести себя неподобающим образом ведь родители вас так не воспитывали но многие сейчас много могут обвинить меня что я начну рассказывать про воспитание родителей типа это какая-то захоз под муслима это совершенно не так это вещи лежат на поверхности и так еще раз это было магия волос следующая тема будет уже третья часть это табу на волосы очень интересная даже еще не написал буду писать это отступление потому что два видео назад мое тело рассказывала вон там вон про арьямана и пхагу в моих серии лекций по индуизму был ветер и угроза была до что дерево обрушится на меня я там кричал в камеру много мата было перед своим телом я извиняюсь за это потому что это совершенно не про меня такой способ поведения кричать матом даже в глухом лесу глухых кустах или где-то другие другом месте или дома даже если находиться это не про мое тело совершенно и вот про бхагу было более-менее понятно а про арьямана там еще на четыре часа я встретил персонажи которые рассказывают про арьямана аж 6 6 9 часов поэтому про арьямана я еще запишу целую тетрадь там несколько может частей выйдет про такого форма сурьи бог арьяман охранитель брачных ус и ус то что связывает между нами друг друга у каждого по-разному так что про арьямана еще будет скорее всего потому что про митру было много и мое тело еще удивлялось что даже прошиву так много не сказано сколько сказано про митру вот про арьямана тоже будет много ну что ж ставьте лайки а лучше кормите меня дальше дизлайками потому что моему телу там за камерой за экранчиком нравится дизлайки мое тело получает огромное удовольствие и мне становится лучше вместе с моим телом под вашими дизлайками ставьте дизлайки делитесь моими видео с друзьями просто как прикол дурацкий комментарий не пишите потому что они будут наполнены бессмысленностью для меня лично для моего блога потому что мой блог только для разрешения индивидуального индивидуально индивидуальных качеств таких как совесть интеллектуальное развитие и даже по профессии про мои мои религии то есть это религи что про волосы индуизм первопредки длинные волосы борода дизлайки и все остальное так что ставьте дизлайки тому подобные прочее 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 делитесь видео глупые комментарии не пишите можете поставить цифру 1 но что-нибудь можно написать умный задать какой-нибудь умный вопрос там просто умный вопрос можете задать или ум уже никому не нужен кроме меня ну ладно пока тебе дорогой турист и тебе пока мое тело разговариваю я так специально мое тело тебе может быть в будущем когда я выстрою со всеми своими авторитетами со всеми своими кумирами и целую интеллектуальная пирамида которая внутри меня заложено кому да кому нет кому улыбка кому не улыбка и в будущем когда все-таки накоплю заветную сумму чтобы продвинуться дальше и открыть свой барбершоп кому да кому нет будет кому вход открыт кому вход закрыт будет все об этом будет интересно все будет повреждено исключительно мифически религиозными описание описания ну все пока тебе дорогой мой турист ставь лайки лайки не ставь дизлайки ставит дизлайки потому что мое тело кормится исключительно дизлайками для меня это как гречку гречки поесть дизлайки это круто поставьте дизлайк не пожалеете Пожалейте меня. Поставьте здесь лайк. Следующая часть, это будет табу на волосы. Третья часть про волосы. Немножко перед битвой с Арьяманом. Может быть, даже здесь уже снег будет лежать. Будет интересно, потому что пейзаж сзади меня просто фантастический. Золотые листочки, клён зелёный перемешивается с вечно зелёными ёлками, тёмно-коричневыми. Это круто. И вот уже 40 минут здесь дышать свежим воздухом, общаться в прямом эфире и наращивать в своей памяти всё, что сказано, каждое слово, действительно помогает. Ну всё, пока тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok